я приветствую подписчиков и гостей моего канала моя любимая дача татьяна посмотрите какое красивое дерево ранетки просто уже во всей своей спелости сегодня я соберу часть ранеток часть ранеток пойдет у меня на вино на переработку сушку в этом году купила сушилку для фруктов и овощей уже два раза посушила получаются прекрасные сухофрукты на компот на сегодня третий раз только ее прикоснешься к землю яблоки перебираю удаляю листья яблоки не моем так как на кожуре находятся бактерии для брожения если сильно грязные попадаются яблочки тогда их протираем сухой тряпкой разрезаю удаляю ножку разрезаю на две части и кладу в соковыжималку вот такие места подпорченные я удаляю полученный сок я сливаю в кастрюлю получилось вот такая кастрюлька яблочного сока с мякотью сейчас я кастрюлю закрою сверху чистой тканью кастрюлю эту сейчас я поставлю самую теплую комнату настаиваться где-то будет это у меня все 3-4 дня примерно 3-4 раза в день деревянной лопаткой яблоко попал я смешиваю яблочный сок вот с этой сверху собирающийся мезгой чтобы сок тоже бродил сегодня четвертый день как у меня настаивается сок смотрите все шипит все булькает брожение прекрасно все проходит и такое стоит алкогольный запах характерный спиртовой запах говорит о том что изготовление вина на данном этапе завершено сейчас я сверху от этого мезгу аккуратненько уберу стараясь не перемешать ее с соком плотную мезгу я удалила в кастрюле остался только яблочный сок и пленочка 35 миллиметров это допустимо сейчас я все содержимое кастрюли перелью в чистую сухую стеклянную бутыль я замерила у меня получилось 8 литров сока вино я буду делать полусухое ранетки у меня сладкие на литр сока я буду высыпать 200 грамм сахара вообще зависит от сладости ранеток от яблок сколько сахара надо если вы хотите сладкое вино получить то на литр надо использовать 350 400 грамм зависит опять от ранеток если ранетки кислые если сладкие то меньше вообще как бы считается что на литр надо высыпать сахара от 150 до 400 грамм сахар в вино я буду добавлять поэтапно то есть сегодня я добавляю 800 грамм сахара где специально в кастрюле оставила сейчас перемешаю все это вылью в бутыль надо обязательно все перемешать чтобы сахар полностью растворился через пять дней я добавлю 400 грамм еще через пять дней 400 грамм и последний раз у меня будет 200 грамм всего мне будет добавлено сахара на эту бутыль кило 600 сахар перемешала выливаю этот сок сахаром в бутыль у меня сока немного поэтому нормально бутыль должна заполняться на 3 4 от верха то есть обязательно надо оставлять место для отхода газов далее вообще можно использовать делать самодельный какой-то гидрозатвор трубочку выводить здесь все закупоривать хорошо один конец трубочки сюда выходит чтобы не касалось сока а другой конец бутыль с водой и пузырьки будут газы будут выходить из этой бутыли бутыль воздух попадать не будет я воспользуюсь обыкновенной резиновой новой перчаткой делаю дырочку в пальце иголочкой перчатку надеваю на горлышко и хорошо хорошо ее скотчем прижимаю чтобы воздух не попадался намного далее написала дату когда я залила в бутыль вино с сахаром первый раз это будет такая мне напоминалочка и уношу бутыль в теплое темное место где она где сок у меня начнет работать этот этап называется выбраживание сусла так бутыль с будущим вином выглядит на второй день прошло пять дней как я залила сок в бутыль одела перчатку перчатка прекрасно стоит газы отходят из бутыли подошел срок подкормки моего будущего вина сахаром налила так чтобы сахар растворился высыпаю 400 грамм сахара и деревянной лопаткой хорошо размешивая далее надеваю ту же перчатку и также скотчем закрепляю не попадал воздух убираю в то же место где бутыль у меня стояла опять на пять дней прошло еще пять дней и сегодня высыпаю последний сахар 200 грамм сейчас я ее опять ставлю бутыль в то же место где она у меня всегда стояла все это время перчатка опять поднимется газы начнут опять также выходить и когда перчатка сама по себе упадет вот этот процесс закончится перчатка упала на дне осадок вот и завершён очередной этап приготовления вина я в аптеке купила капельницу из капельницы мне нужна только трубка приготовила чистые сухие баночки стараюсь не взболтать осадок конец трубки один в вине на другой конец трубки надеваю шприц и так как в трубку вино не выходило потому как трубка очень легкая она поднималась к верху мне пришлось часть от шприца одеть на конец который в емкости не вино переливается уже такое вино светлое но она еще до конца не готова оставила ниже стола баночку на стол и стало замечательно литься в тоненькую в эту трубочку посмотрите какой красивый цвет получился но вино на данном этапе еще не готово завтра муж унесет его в подвал скажем так на последний завершающий этап там она будет выставиваться примерно три-четыре месяца я думаю что до нового года возможно она уже будет готова вино мое готово прошло три месяца с того момента как мы спустили вино в посмотрите какой шикарный янтарный получился у вина цвет запахом спелых плодов закрытой герметичной посуде в темном прохладном месте вино может храниться до трех лет такое я вино ставлю второй раз первый раз я переборщила сахаром ранетка у меня сладкая моя первый раз положила сахара на литр 400 грамм и она была приторная сейчас 200 грамм на литр даже хочу попробовать 100 грамм но это если будут ранетки крепостью вино это получилось 11 градусов мы тут немного сестренкой опробовали это вино на вкус 11 градусов они себе говорят в голову дает ничего сложного в приготовлении вина нет главное чтобы была посуда ну вот и все на сегодня если понравилось мое видео подписывайтесь на мой канал пишите комментарии благодарю за внимание всего доброго